Еще один. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас с жаркого юга России. И мы продолжаем серию наших эфиров по Черноморскому побережью. Сегодня мы находимся в туристической столице Краснодарского края. Это город Сочи. И мы приглашаем вас прогуляться по одному из самых популярных туристических маршрутов данного региона. Это Эмеретинская набережная. И сегодня со мной мой попутчик, наш друг, профессиональный гид, организатор авторских программ Алексей. Поздоровайся с нашими друзьями, Алексей. Дорогие друзья, здравствуйте! Рад приветствовать вас из Сочи. Я предлагаю пройтись и тратить время. Да, конечно. Дай показаться им все более подробно. Алексей, расскажи, пожалуйста, чем же все-таки привлекателен город Сочи? Непосредственно Эмеретинка и вообще данный курорт. Потому что я, насколько знаю, что Сочи всемирно известный курорт. И я знаю, что также это и единственный город в России, который имеет субтропический климат. Я думаю, за счет того, что здесь есть и горы, и море. И в принципе, расскажи нам, почему сюда едут люди? Да, Мария, совершенно правильно. Ты все верно отметила. Дело в том, что город Сочи – это самый южный город России. Мы находимся на рубеже. Дальше у нас уже находится соседняя дружественная республика Абхазия. Благодаря этому мы имеем замечательный тропический климат, южно-тропическую растительность, очень много разных, разнообразных растительных культур. Наш город уникален тем, что здесь есть чем заняться круглый год. Поэтому гости курорта, когда приезжают, приезжают, посмотрите, курорты Красной Поляны, а не только погреться на солнышке здесь, в Олимпийской столице. Поэтому есть чем заняться для детей, для молодежи, для любой аудитории. Я так понимаю, что в принципе Сочи стал популярен после... Особенно популярен, всемирную известность приобрел после 2014 года. И он уже стал таким, можно сказать, бизнес-центром города, «Летняя столица», как его также называют сюда. Здесь проводится огромное количество съездов, мероприятий. Он также интересен и в смысле майса, да? Да, совершенно согласен. Есть у нас такое понятие в туризме, как туризм событийный. И после окончания летнего периода у нас начинается период, когда мы встречаем огромное множество разных конференций, приезжают компании самого разного масштаба, самых разных направлений, проводят семинары. Очень здорово и приятно одновременно с обучением выйти куда-то, подышать свежим воздухом, а еще лучше проехаться, подняться в горы, чем люди и занимаются во время подобных конференций. А вот у меня еще такой вопрос. Я знаю, что наши российские звезды очень любят приезжать в Сочи. Здесь проходит огромное количество концертов, мероприятий, выступлений. В принципе, здесь можно посетить Сочи за неделю. Я знаю, здесь проходит новая волна. Да, все правильно. Проходит и не только новая волна. Нужно сказать, что вот как только начинается летний сезон, с открытием летнего сезона, первое мероприятие, которое проводят здесь, это наш кинотавр, русский Каннский фестиваль, где показываются самые свежие картины российского кинематографа. Приезжают звезды, актеры, приезжают режиссеры, перекрывается центральная часть центрального Сочи, закрывается площадь зимнего театра. И с этого начинается старт сезона. Поэтому артисты, актеры, спортсмены находятся здесь, в принципе, на постоянной основе. То есть можно сидеть в ресторанчике, попивать кофе и увидеть кого-нибудь из наших известных личностей. Легко. Да, вот сейчас на набережной прогуливаясь, нужно внимательно всматриваться в лица людей. Возможно, мы увидим какую-то знаменитость. Это очень часто здесь происходит. Скажи, пожалуйста, у нас просто сразу настрел вопрос. Как обстановка после новостей о природном катаклизме? Я так понимаю, наверное, то, что произошло у нас здесь вчера-позавчера, да? Честно говоря, ничего экстраординарного не произошло. Если ты имеешь в виду смерч, который подхватил тут частично шезлонги, и вот это видео, которое транслировали в социальной сети, я тоже встречал, то это обычный процесс, который ровным счетом ни к чему не приводит. Ну, два шезлонга унесло в небо, где-то их найдут, эти шезлонги. Это процессы, которые происходят, так как здесь и сейсмически активная зона, и смерчи часто образуются у нас в Черном море. По этой причине я бы не волновался. У нас даже в преддверии проведения чемпионата мира по футболу тоже прошел сильный ливень, очень хорошо помню этот вечер. Тем не менее, на следующий день погода исправилась, небо было без единого облачка, и спокойно мы отыграли. А скажи, пожалуйста, что находится вот слева? Мы с вами сейчас наблюдаем основные спортивные объекты. Наиболее притягателен, безусловно, стадион Фишт. Справа вы видите ребристую белую крышу, которая состоит из двух частей. Это арена, на которой проходила церемония открытия и закрытия Олимпиады, а после Олимпиады она была переоборудована под футбольный стадион. Там можно найти сейчас футбольную площадку, и мы уже приняли очень много значимых матчей. Это были и международные матчи, чемпионат мира по футболу, четверть финала, к примеру, здесь проходил, и ряд других важных событий спортивных. Здорово. Слушай, так интересно наблюдать, когда люди столько отдыхающих. Вообще в этом году как сезон? Отлично. Я надеюсь, что он начался немного позднее, да, из-за ковида, но я только смотрю на пляжах, прям людей достаточно. Это муниципальный пляж справа, да, насколько я понимаю? Да, это городской пляж. Есть выделенные зоны гостиниц. У каждого отеля сетевого есть свой пляж, но не возбраняется, не запрещается людям со стороны приходить. А вон и вертолет. Да, вертолетные экскурсии. Это, скорее всего, у нас Робинзончик полетел. Тоже такое дело распространено. Очень здорово с высоты птичьего полета увидеть ландшафт местности, увидеть горы, увидеть море. То есть это обзорная экскурсия на вертолете над городом? Совершенно верно, совершенно верно, да. Ну вот, раз мы начали говорить об экскурсиях, скажи, вот я так понимаю, что находясь в Сочи, можно присутить очень много красивых мест. Какие самые популярные экскурсии, которые здесь приобретают? Мария, совершенно верно, ты заметила, что это город, в котором есть и горы, и море, и вот наши все активности, они связаны с посещением всех этих красот. Плюсом к этому ко всему, город оброс инфраструктурой. Появилось очень много объектов, которые нельзя увидеть в других местах. Ну, к примеру, у нас находится один из самых длинных подвесных мостов в мире, знаменитый скайпарк. В Акштырском ущелье, это историческое ущелье, там есть пещера, где найдены останки первобытного человека и много различных артефактов. И вот можно прогуляться по мосту. Есть трасса Формулы-1, которая находится совсем рядом здесь, она как бы опоясывает спортивные объекты, которые слева сейчас от нас с вами. Это и Шайба, и Стадион Большой, и Стадион Фишт. А так у нас много ущелья, горных рек, горных озер. У нас распространен очень джипинг, у нас распространен рафтинг. Такого рода активности, которые подразумевают под собой именно вот такой ландшафт. Горы очень красивые, у нас трехтысячники есть в городе. Поэтому можно также ходить в походы, чем мы активно занимаемся. И вас тоже зовем с собой. Пойдем? Обязательно сходим в поход, как только у нас появится немножечко свободного времени. Скажите, по поводу размещения. Я так понимаю, вот здесь как раз в Эмеретинке находится огромное количество больших крупных комплексов, сетевых отелей. Слева это, по-моему, Боготырь, да, если у меня? Да, 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 все правильно. Это не сетевая гостиница, но очень популярная. От этого она не становится хуже. Отличного уровня отель, который рекомендуем нашим требовательным гостям. Четыре звезды присвоена, классификация. Поэтому, дорогие друзья, если есть желание отдохнуть на высоком уровне, сегодня и не только на территории Эмеретинского парка, но в целом в пределах Большого Сочи, можно найти самые разные сети. Это и гостиницы Риксус, и Новотель, и Меркури, Рэдисон у нас здесь есть, Акор у нас сеть, Тюлипы у нас есть, много, Мариотт, так все сразу и не вспомнишь. Тут порядка двух десятков. Кошелек, я так понимаю, а есть и много бюджетных вариантов, да? Абсолютно. А существует все равно еще, да, до сих пор понятие сезонности в плане, ну, как бы низкий сезон июнь, май, вот что именно с погодой в мае и в июне, если туристы прилетают, приезжают? Вы знаете, в мае и в июне с погодой все шикарно на самом-то деле. У нас большой поток людей прибывают к нам именно на майские праздники. Май чуть ли не более насыщенный, чем июнь в плане количества отдыхающих. Поэтому в этом году, конечно, мы прочувствовали на себе закрытие курорта из-за всем понятной объективной ситуации. Но не май и не июнь является межсезонним. У нас получается чуть меньше поток едет к нам в такие два месяца, как ноябрь и декабрь. Вот начиная уже с первых чисел января едут лыжники, люди, которые занимаются лыжными видами спорта. Они едут на Розу Кутов, правильно? Да, курорты Краснополяны. Покататься, совместить приятно с полезным. Кроме того, воспользоваться также экскурсионной программой. В конце концов, они могут на набережную выйти. В это время года, в январе-феврале, у нас средняя температура где-то около плюс 15 градусов. Бывают даже потеплее в дневное время, я имею в виду дня. И можно воспользоваться огромным количеством самокатов, велосипедов. Здесь на разный вкус и цвет есть разная техника. Рикши. Если вам лень крутить самостоятельно педали транспорта, вам предложат... Скажи, пожалуйста, вот у нас также вопрос с эфира. Твое мнение, на сколько процентов, или может быть уже есть какая-то статистика, на сколько процентов сейчас заполнены пляжи побережья, Сочи, сказал побережье? Очень интересный вопрос. Я не знаю, как считать статистику заполняемости пляжей. Да, это какое-то шезлонго место. То есть, если у нас с гостиницами есть такое понятие, какое-то место, до сих пор мы меряем, то здесь понятно, что мы уже достигли пика где-то около 100% загрузки. Что касается пляжей, честно говоря, всегда есть места, где можно отдохнуть. Я так думаю, что человек, который задает этот вопрос, он подразумевает то, что слишком много людей. Дорогие гости, не переживайте. Не обязательно купаться именно в море. Летом в Сочи мы вас отвезем в горы, покажем горные реки и озера, где людей не будет совсем. Покушать форель там можно, да? Конечно, конечно. И это будет все сопровождаться не только тем, что мы сможем поесть с вами горную форель. Можно будет по пути ежевику попробовать. Уже созревает кизил. То есть, все местные прелести. Кстати, что касается, мы заговорили про ежевику, про еду. Что касается гастрономии. Вот, допустим, если мы возьмем ту же Мерединскую набережную сейчас, да? То я так понимаю, здесь огромное количество, ну вот мы проходим заведения. Я знаю, что здесь есть и крупные какие-то сетевые рестораны, да? Ну, Новикова, насколько мне известно. Да, ты права. Хорошего, высокого уровня. Да, здесь представлены сети не только Аркадия Новикова. Кстати, мы находимся совсем неподалеку от его ресторанов. Возле гостиницы Radisson Collection есть высота 56,42, любимая многими гостями. И рыбный ресторан открылся клево. Также здесь представлены сети White Rabbits Group и прочих различных ресторанных сетей на любой вкус и цвет. Есть халяльная, есть кошерная еда. То есть есть у нас восточная кухня. Пожалуйста, дорогие гости, обращайтесь. Главное, обратиться к профессионалам, и вам подскажут, где поесть, как хорошо отдохнуть. Ну, и также есть и бюджетные варианты, различные столовые. Столовые, очень приличные столовые. Хэчин Клаб, еще я увидела название Шаверма Пойнт. Много всего. Вот, кстати, шаурма Сувлаки, это греческая, чтобы ты знал. Да-да, я в курсе. У нас же очень много этнических греков проживает в регионе. Мы дружим, содействуем так или иначе. Поэтому приходим, Сувлаки, Гирос, кушаем. Знаем, что это такое. Леонид, а скажи, пожалуйста, а что для молодежи? Владежи, клубы, пенные вечеринки. Что здесь проходит именно здесь, на Американской набережной? Понятно, что в самом Сочи огромное количество заведений. А вот здесь, на Американской набережной? Да, ты правильно отметила, что клубов все-таки больше в Центральном Сочи. Что касается именно дискотек на Американской набережной, то есть небольшое количество там, где играет живая музыка, прямо здесь на набережной. Но в большинстве своем отдыхающие в Адлере собираются в одном месте, которое называется Мандарин. Это торгово-развлекательный комплекс под открытым небом. Там у нас все есть. И караоке-клуб, и Нибар, тоже известная сеть. Ой, лягом здесь красиво. Это пирс. Да. Ну вот, людей вроде бы как бы немало, но не сказать, что вот нужно переступать друг через друга. Посмотрите, много свободных мест на пляже. Кто-то отправляется на лодочках, на яхтах в открытое море, и я очень настоятельно рекомендую такую прогулку. Почему? Потому что с очень высокой долей вероятности вы повстречаете дельфинов в открытом море. Это не редкость, и это не привлечение. Я сейчас не шучу. А скажи, пожалуйста, вот эти шатры, которые стоят на пляже, это же для туристов. Можно снять шатер, да? Да. Можно отдельно зонт-шезлонг, а можно отдельно шатер. Можно было бы узнать, конечно, сколько он стоит, если бы мы были там поближе. 250-500 рублей, я так скажу. Это ты говоришь про шезлонг-зонтик? Да. А я имею в виду шатер? Наверное, дороже. Наверное, несколько дороже. Я очень комфортно себя чувствую на камнях, и вы знаете, массажисты, они рекомендуют гулять по гальке. То есть, пускай гостей нашего курорта не смущает эта ситуация, что у нас галечные пляжи, они устилаются специальными деревянными дорожками. Также в море в открытом есть понтоны специальные, с которых проще прыгать, заходить в море. По крайней мере, в Американской набережной. Вот мы кусочек понтона видим вот там, дальше. Да, на пляжах прям жизнь кипит. Здесь много веревочных парков, слева вы видите различные аттракционы. И чуть дальше спортивный клуб, где собираются именитые спортсмены. Нередко здесь на набережной, так как я слежу за миром спорта, я встречаю звезд нашего спорта. Это и борцы, и бойцы смешанных единоборств, самые разные люди. Кстати, какие-то клубы, да, насколько я знаю, бойцов, ну, здесь клубы для спортсменов именно на самой набережной. Да, буквально 50 метров, буквально, возможно, застанем тренировку там. Скажи мне, а вот этот парк, парк для детей, да, там все есть развлечения абсолютно, ну, по-моему, считается одним из самых крупных сейчас на юге, или я ошибаюсь? И если я не ошибаюсь, то Сочи парк – это вообще самый крупный в России парк аттракционов. Там американские горки находятся, там же на территории парка находятся дельфинарии, и очень много разного рода аттракционов, шоу-фонтанов, рядышком с парком аттракционов очень красивое колесо обозрения, с которого открывается невероятный вид, видный берег Абхазии, и горы, и олимпийские объекты как на ладони оказываются. Расскажи мне еще, пожалуйста, про Красную Поляну. Да, я думаю, все равно мы можем, несмотря на то, что мы идем по набережной, но впереди зимний сезон, и я так думаю, что насколько заранее нужно, допустим, я знаю, что заранее бронируют и объекты, и гостиницы на Красной Поляне, люди с лета начинают, потому что поляна пользуется огромным спросом. Да, совершенно верно, и ты знаешь, если мы говорим про Красную Поляну, то не стоит думать только про зимнее время года, на самом деле многие... Я была там в октябре, там потрясающе. Тебе понравилось? Потрясающе, да. Правда, вот этот вот невероятный цвет, 50 оттенков красного или золотого цвета, когда все деревья, листочки кости не краснеют, очень красиво. Слева вот эта ракушка, да, ракушка, ну ее по-разному называют. Здесь на вынос продаются морепродукты, это есть, в принципе, по всему Черноморскому побережью. Видишь, я даже не узнал этого. Здорово. Так, все стильно сделали. Здесь мидии, кальмары, креветки. То есть можно покушать, в принципе, морепродукты, взять с собой на вынос, пойти на пляж. Так, а сейчас мы подходим к какому-то большому пляжу, да? Да, это будет выход из гостиницы «Богатырь», такая широкая дорожка. Это пляж гостиницы «Богатырь» относится к нему, да? Мы немного до него не дошли. Здесь есть и пляжи поблизости курорта в Розахутор. Но так как немного дальше по Амеретинской набережной много частных гостиниц представлено, то все отдыхающие из этих частных отелей, это вот к слову о том, что есть и бюджетные варианты, в которых можно остановиться здесь, на территории Амеретинской набережной. Там тоже большое количество людей, которые приходят сюда на пляжи. Ой, здорово. Хотя вроде уже такое время, пора уходить с пляжа, да? Я бы тоже рекомендовал. Особенно в первые дни. Не злоупотреблять ультрафиолетом, носить головные уборы, пить много воды и захватить с собой крем с самым высоким фактором защиты. Так, смотри, у нас еще есть вопрос. Есть ли лечебные источники и как обстоят дела с лечебными процедурами в Сочи? Дела обстоят очень хорошо. Есть знаменитый курорт Мацеста, больниологический курорт, собственно, с которого началась история города. Мацеста у нас отражается на гербе города Сочи. То есть такая тучка, с которой капельки, это и символизирует как раз Мацесту. И благодаря Мацесте Сочи зарождался, потому что именно Сталин был у нас человеком не очень здоровым, и ему посоветовали приехать, поправлять свое здоровье здесь, на территории курорта. Было построено семь санаториев в довоенное время, и в том числе огромное развитие придали именно Мацесте. Сегодня люди приезжают и поправляют свое здоровье. Вопросы опорно-двигательного аппарата, кожного заболевания, ну там очень много показаний, все под наблюдением врача. Санатории активно функционируют в городе Сочи. Во многие санатории привозят Мацесту. Так что можно приехать в Сочи не только на пляже отдохнуть, а также еще поправить свои здоровья. Конечно. Я хотел бы справедливости ради сказать, что Мацеста это далеко не единственный активный источник. У нас есть еще Агура, река достаточно хорошая, лечь с лечебными водами. Есть в целом минеральные воды, которые можно употреблять внутрь. То есть здесь важно подчеркнуть, что Мацеста это не для употребления внутрь. Это для приема ванн. Вода предназначена, ее еще называют огненной водой. Именно такой перевод с адыгейского языка. Ни в коем случае не внутрь, только для приема ванн. Кстати, у нас еще был вопрос по поводу аренды велосипедов. Мы можем сейчас подойти и узнать стоимость. Нас спрашивали стоимость. Как раз я вижу впереди... У частных лиц, да, вы имеете в виду? Это частные лица. Скорее всего, да. У нас здесь делится вся техника на ту, которую можно сорендовать путем установки приложения специального на телефон. Делается это за считанные секунды. Привязывается карточка, проходится аутификация и можно поминутно ездить совсем недорого. Либо подойти к частникам. Вот вы видите сейчас слева у нас рикши стоят, велосипеды. Разнообразная техника. Так, ну давайте узнаем по прокату. И пока мы идем к прокату, у нас есть еще один вопрос. Ты как местный житель, где ты отдыхаешь? У себя дома или выезжаешь за пределы? Ну, во-первых, надо сказать, что нам повезло с работой. Мы ее так выбирали, что когда мы работаем, мы вместе с тем отдыхаем. Показывая нашим гостям курорт. Но я очень люблю отправляться в сторону нашего побережья. Вот в прошлом году выехал как раз проездом через Геленджик. Поехал через Керченский мост в Крым. Мне очень нравится южный берег Крыма. Поэтому там отдыхаю душой. Там я ставлю палатку и дикарем. Ну а здесь именно в самом Сочи отдыхаешь? В Адлере, Сочи? Да, люблю Красную Поляну. Отправляемся в горы, тоже часто с палатками. Вот так сложилось, что пока у нас не было работы, 4 дня, мы пошли в поход, находились в Лазаревском районе. Приятное с полезным. Изучали новые локации. Очень много аулов горных изучили. Много водопадов. Очень места красивые у нас есть. Ты же составляешь авторские туры. Я думаю, что о многих местах туристы большинство и не знают. Да, да. Люди, когда я слышу от человека, что я в Сочи видел все, я с удивлением смотрю на человека. И когда мы начинаем беседовать, выясняется, что все для человека. Это дендрарий, мор-вокзал, вышел на Олимпийскую набережную. Человек считает, что он видел все. Это совсем не так. Так, ну пойдем, узнаем стоимость. Давайте спросим. Здравствуйте. А можно у вас поинтересоваться, сколько стоит в прокат, допустим, самокат, велосипед? Самокат обычно 150. 150 самокат? Да, час. Час? Электронный 1000. 1500? Нет. А, 500, просто 500. А велосипед? 150 в час велосипед. Спасибо большое. Спасибо. Идем дальше. Идем посмотрим. Конечно, Америкинская набережная, мне кажется, идеальна для семейного отдыха, да, потому что я сколько здесь прохожу, сейчас я запутаюсь в проводе и упаду, сколько мы здесь находимся, здесь есть для детей все, что... Скажи мне, пожалуйста, для детей здесь есть какие-то, может быть, детские анимационные вечерние программы именно на пляжах или куда-то детей можно, то есть не только на территории отеля, но и за пределами? Да, конечно, есть специальные клубы, вот есть рядом с Сочи парком, парком аттракционов, Медведя знаменитая, там много разных горок, батуты для разного возраста детишек. Вы когда пришли, у вас минимум там три часа есть на то, чтобы отдохнуть и заняться собой. Аниматоры будут работать с вашими детками, ну, с определенного возраста, естественно, слишком совсем уж маленьких, там все равно нужно посматривать за детишками. А так много всего и на пляжах, в том числе вот мы прошли пляж Рэдисон, там тоже аниматоры работают, завлекают... А вот это чей пляж? Это у нас, скорее всего, пляж следующего Рэдисона. Честно говоря, зонально он... А, вот у нас подписаны зонты, мы можем посмотреть Сириус, Сириус, от образовательного центра Сириус. А, здесь находится их база... А, самообразовательный центр? Самообразовательный центр, да. Переоборудовали гостиницу Азимут 4 звезды под личным контролем президента, переоборудовали в образовательный центр. И теперь талантливые дети со всей страны имеют возможность вахтовым методом приезжать, поднимать уровень знаний с лучшими учителями, с лучшими преподавателями. Также строится сейчас гимназия. Когда жители Сочи, знаю не понаслышке, когда стало известно, что откроется лицей, все сразу заволновались, как же пристроить в этот лицей свое чадо, потому что там действительно будет уровень самый высокий. На самом деле, вот сейчас идем, чувствуется какая здесь влажность, да. Вот, допустим, на других курортах я этого не ощущаю. Все верно. Все верно, Мария. Опять же, наверное, из-за места расположения. Да, безусловно. Вообще, нужно сказать, что сам город, он был построен на болотах. До того, как здесь появился курорт, и в частности, вот место, где находимся мы прямо сейчас с вами, это была болотистая местность, здесь были распространены разнообразные заболевания, малярия, лихорадка, и путем высаживания разных южных растительных культур, ну вот сейчас вот слева мы видим, допустим, платан растет, эвкалипты. Это природные насосы, которые как дренаж использовали, они впитывали очень много влаги из земли. Но влажность при этом осталась, это субтропики. Большое количество осадков, большое количество водоемов, море, в конце концов. Так, мы все-таки не дошли до бойцовского клуба, я так хотела... Мы его чуть-чуть прошли, да, отвлеклись на другую тему, да. Но зато вот главный вход в Сириус тот самый. В Сириусийский, правильно? Да, все верно, да. Здесь не по какому-то блату детей берут, а действительно талантливых детей. Причем это не обязательно могут быть науки, а могут быть спортивные достижения у ребенка. Так, ну я думаю, мы на Сириусе и закончим нашу прогулку, да, потому что по времени как раз у нас... Ну что ж, дорогие коллеги, надеюсь, вам понравился наш эфир в прекрасной Меретинской набережной. Отправляемся дальше, в ближайшее время мы увидимся в Анапе. Что, Алексей, спасибо тебе большое. Спасибо, что приехали, девочки, приезжайте в Сочи. Будем рады видеть вас. И все у нас будет как Ола-Кала. Всем привет.